Дорогие друзья, мы находимся на конференции предложения. Я не употребляю термин неверующие специально, я говорю невоцерковленные люди, потому что на моей практике я в своей жизни встречал неверующих людей за последние пять лет, наверное, трех человек. Трех человек, действительно, таких последовательных убежденных атеистов, все остальные, они во что-то верят всегда, в какого-то там Бога, может быть, Бог не похож на нашего Бога, но тем не менее. Поэтому я употребляю термин невоцерковленное. Ну ладно, если к теме перейти, то в благовестии в интернете, слава правильно сказала, что сейчас очень многие проводят время в интернете, есть статистика по России, что современный, ну такой, не старый человек, скажем так, проводит в интернете примерно в среднем семь часов в день. До ста дней полных в год человек проводит в интернете, до ста дней. Он не обязательно сидит в ВКонтакте, там, в Фейсбуке или где-то еще, но он так или иначе потребляет контент из интернета, в любом, там, Ютубчики и все прочее, Телеграмчики и так далее. И есть две фундаментальные ошибки в благовестии в интернете. Первая ошибка – это не заниматься им вообще, а вторая – заниматься им и делать там 54 миллиона христианских поста в интернете. Думаю, что это и есть благовестие в интернете. Нет, это не оно. Также ошибка называть себя, там, каким-нибудь Слава, сын царя, предположим, вот любители есть такие, себя обзывать в социальных сетях, или Катя, тоже царица, дочь царя, там, не знаю, как-нибудь так. Это тоже все не благовестие в интернете. Надо понимать, что сейчас нахождение в интернете действительно очень важно. Сегодня многие люди не получат даже кредит в интернете, в банке, если их нет в сети. Нахождение в сети – это как признак, ну, не знаю, некий дополнительный портрет человека, да. Если, допустим, банк исследует вашу личность, например, дать вам кредит или не дать, а вас в интернете нет, то возникает много подозрений. Кто вы такой вообще? Что вы себе представляете? Почему у вас нет в интернете? Ну вот, поэтому сегодня интернет – это действительно часть нашей жизни. Мы находимся, как я уже сказал, в нем очень много, там, до 7 часов в день, и это не будет уменьшаться. Мы все чаще и чаще, все больше и больше будем пребывать в интернете. Для этого есть масса причин, объективных и не очень, финансовых, политических, ну и так далее. Но это не важно на самом-то деле. Еще бы я хотел сказать, что вы должны запомнить одну вещь, очень важную, может быть, про нее тоже кто-то говорил, что благовестие в самом широком смысле – это не всегда прямое возвещение вести о господстве Бога над этим миром и спасителем деяния Иисуса Христа. Вы это должны понимать, да? Благовестие – это вообще весь ваш образ жизни, вся ваша коммуникация, как верующего человека с неверующим, с невоцерковленным – это и есть благовестие. Весь образ жизни, как мы говорим. И то, как вы себя ведете в сети, то, какие посты вы делаете, то, как вы отвечаете на комментарии, то, где вы зарегистрированы, в каких сервисах – это тоже ваше благовестие, хорошее или плохое этому миру, о том, какие вы христиане. Занимаясь интернет-благовестием, нужно всегда иметь в виду, что это только шаг на пути к встрече с конкретным человеком в реале. Либо вашей встрече, либо, если вы общаетесь, контактируетесь с кем-то, с человеком в другой стране, в другом городе, встреча кого-то там на месте с этим человеком в реале. Никогда нельзя заниматься благовестием, предполагая только работу в интернете с человеком. Вместе с тем, надо понимать, что некоторые люди, которых вы будете встречать в интернете, по объективным причинам никогда не смогут встретиться с вами или с кем-то еще в реале, и вы будете единственным человеком, который учит их христианство. Надо тоже это понимать. Такие люди есть и в моей жизни, которые годами общаются со мной в интернете, и они никогда не придут в церковь, ну, там есть причина определенная. К этому надо быть тоже готовым. Вообще, занимаясь благовестием, нужно быть готовым к тому, что вам придется много-много переписываться и отвечать на все сообщения, которые вам приходят. У меня сейчас в ВКонтакте 160 неотвеченных сообщений, это очень плохо. Никогда не доводите себя, свои коммуникации до такого. Но, к сожалению, вот у меня так, да. В благовестии в интернете надо понимать, что, опять же, я подчеркиваю, когда вы делаете посты христианские в интернете, это не благовестие, потому что социальные сети работают таким образом, что ваши посты со временем начинают видеть только те люди, которым они интересны. То есть все ваши посты про Христа, про грех, про спасение, все ваши картиночки классненькие, в том числе, про которые Костя рассказывал сейчас, картину будут видеть только христиане со временем. И только они их будут лайкать, и только они их будут читать. И если вы будете делать только христианские посты в интернете, то вы просто создаете контент только для верующих людей, и его только верующие люди будут употреблять. Когда вы в интернете постите, вам важно презентовать себя как личность, многостороннюю личность. То есть если вы увлекаетесь футболом, да чем угодно, кулинарией, воспитанием детей, кройкой и шитья, и чем-то еще, вы должны, или даже, я бы сказал, обязаны делать и такие посты тоже. И объем христианских постов среди всех ваших постов в интернете не должен превышать 50%, а то и 30%. В моем случае тоже не так, к сожалению, но просто потому, что моя страница, это еще и рабочая страница, как представителя, как работника ТЭОС-Медиа, ну и прочее, прочее. Но в целом для человека, который присутствует в интернете, это должно быть так. Не больше 30% от всех постов должны быть христианскими. Это очень важная вещь. Не добавляйте в друзья, 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 не добавляйте в друзья в интернете бесконечное количество христиан. Вам не нужно это, правда, не нужно. Если вы хотите заниматься благовестием в интернете, добавляйте неверующих людей в друзья. Потому что христиане, ну, как бы это круто, когда у вас там 5000 друзей ВКонтакте, и все из них христиане, но если вы занимаетесь благовестием, это лишний груз, который просто вам не позволяет, опять же, выйти на неверующую аудиторию. Наоборот, это вред приносит благовестию. Откуда брать друзей, например, ВКонтакте? Очень хороший способ, опять же, имея в виду, что вы будете встречаться в реале, найти какую-нибудь ближайшую школу к вашему месту, ну, предположим, жительства или работы, не знаю, 151-я школа, да? В ВКонтакте есть такая возможность поиска друзей по каким-то параметрам. Вот, например, вы вспомнили, знаете, что рядом с вами какая-то школа есть. Вы ищете эту 151-ю школу, выбираете там мужчин, женщин, кому как угодно, выбираете возраст людей какой-то определенный, и тупо добавляете их в друзья, даже не обращая внимания, там, кого вы добавляете. Там есть ограничения, это, по-моему, до 40 человек сейчас, но это неважно. Но вот эти люди будут добавляться, возможно, к вам, или подписываться на вашу страницу, или заглядывать на нее. И впоследствии, если вы с ними законтачите, то это поможет вам с ними встретиться не на другом конце города где-то, а рядом, рядом с вами. Есть несколько способов такого пассивного, что ли, благовестия в интернете. Если ваша страница уже хорошая такая, наполненная каким-то контентом, вам необходимо заходить в группы нехристианские, друзья, нехристианские группы, комментировать посты, любые посты. Вы увидели там какой-нибудь пост про политику, про футбол, не знаю, про мамочек, про болезни, про коронавирус, про что-то еще, неважно про что, комментируйте эти посты. Тогда на вашу страницу будут заходить люди и верить то, что вы христианин, интересоваться этим точно совершенно. Запишите заранее лучшее видео, свидетельство о том, как вы уверовали или то, как Бог изменил вашу жизнь. Напишите текст, напишите видео и пользуйтесь этим ресурсом для того, чтобы делиться ими с вашими, с кем-то там, неважно с кем. Опять же, вы можете в группах размещать в чужих эти посты или делиться в личных сообщениях. Если вы не боитесь камеры, телефонов, всего прочего, запустите прямой эфир хоть раз в жизни, попробуйте просто выйти в эфир и поговорить с людьми о том, во что вы верите и почему. Вот эти книги, кстати говоря, очень хорошо вам помогут это понять самим. Просто поговорите, я Катя, я верю в Бога, потому-то, потому-то, потому-то. Вы можете спросить меня о чем угодно, почему я верю в Бога. Поверьте, люди будут спрашивать. Будут те, которые будут издеваться, хейтить, но и будут те, которые будут спрашивать. Это ничего страшного. Даже если вы не знаете ответа, если вы будете искренне делиться своей верой в Бога, с людьми, то это цепляет больше, чем такой продуманный, грамотный ответ какого-нибудь парня с двумя высшими богословскими образованиями. Поверьте. Хороший способ благовестия это молитва в интернете. Если вы лазаете там по различным группам в интернете, вы можете специально заходить в группы людей, которые думают о суициде, не знаю, группы, которые посвящены каким-то болезням или чем-то еще. Вы можете предложить помолиться за него прямым текстом. И когда вы ему предлагаете помолиться, делайте это прямо сразу голосовым сообщением ему в личку. Иногда люди ну просто впервые в жизни слышат молитву кого-то за них, да еще голосом. То есть если вы просто скажете, что я за вас помолюсь и может быть помолитесь вечером, это одно. Если вы скажете, что вы помолитесь и прям надиктуете эту молитву ему, это вот прям невероятно сильный способ для того, чтобы благовесть касалась людей. Это тоже молитва за другого человека, это тоже благовестие на самом деле, это тоже Евангелие. Есть хороший способ, попросил Костя меня о нем напомнить, это Авито, Юла, все вот эти сайты для объявлений. Если у вас есть Новые Заветы в большом количестве или вы можете где-то достать или купить даже за свой счет, то вы можете предложить в Авито бесплатно Евангелие раздавать. Я это делаю так постоянно. Там мне так и написано, отдам Евангелие в добрые руки, встречусь, если надо, я почитаю вместе Библию. И люди пишут совершенно разные, не все из них хотят почитать Библию для того, чтобы узнать о Боге. Некоторые это просто студенты какие-то, которым нужна для работы эта книга. Но они вам пишут, звонят, вы с ними встречаетесь. Я всегда при этом задаю вопрос, зачем вам нужна эта книга. и 5, 10, 15, а то и 40 минут разговаривают с людьми о Христе. Вот так вот на улице девчонки молодые, парни молодые, не очень молодые люди, мусульмане обращаются за Библией. Это классно, это круто, когда вы с ними встречаетесь, говорите о Боге. Если вы не боитесь, опять же, если вы боитесь, все равно делайте это. Рано или поздно все равно вам придется со страхом своим сталкиваться и как с этим работать. Есть несколько ошибок при интернет-благовестии. Слишком много информации, когда вы даете сразу человеку. Не все готовы, во-первых, много и долго разговаривать о Боге, не всем это нужно, и многих людей пугают сектанты, в кавычках, которые забрасывают их бесконечным потоком информации о Боге, Духе Святом, помазании, эти слова вообще исключите лучше из своего лексикона, навсегда. Помазание и все прочее. И братья и сестры тоже забудьте эти слова. Ну вот, слишком много информации. Не надо давать слишком много информации людям о Боге. Отвечайте развернуто, но достаточно кратко на вопросы, если вам какие-то задают. Если вы кому-то говорите о Боге, если это ваша инициатива, тоже не забрасывайте человека большим количеством информации. Не ждите быстрых результатов. Даже если сегодня вы сделали пост хороший о Боге, вам написало 50 человек, это не значит, что все 50 из них покаются в ближайшее время. Вам, скорее всего, придется с ними очень много работать. не спамьте, естественно, тоже христианской информацией нигде. Не превращайтесь в этих спамеров. и не говорите слишком сложно о Боге с людьми. Самый простой способ говорить с людьми о Боге, это рассказывать именно то, как Бог в вашей жизни изменил, то, как Он в вашей жизни конкретно работает. И, кстати, чуть не забыл важный момент. Если в ваших социальных сетях есть какие-то фотки с прошлой вашей жизни, где вы с сигаретами, с бутылками пива в руках, с коньяком, с чем-то еще, не удаляйте их. Ни в коем случае их не удаляйте. Потому что вам хочется показать себя такими крутыми, благочестивыми христианами. Я прекрасно понимаю это, что я такой весь из себя святой и праведный. но если вы хотите заниматься благовестием, то этот контраст вас с бутылкой коньяка там 10 лет назад и сегодня с Библией в руках, он сам за себя говорит на самом-то деле. Лучше, чем тысячи слов. Поэтому, если у вас есть скрытые фотки где-то в ВКонтакте из прошлой жизни, верните их обратно, пусть они там будут. И это очень круто, потому что на вашу страницу будут заходить ваши же друзья, с которыми вы вместе там бухали, курили, и они будут видеть о, ничего себе, Костин, ты в церковь ходишь, что с тобой случилось, да? А вы раз и рассказываете все это. Если этих фоток нет, контраста нету, интриги нету и в общем-то, ну вот короче, это правда, это хорошо работает, когда вы не удаляете фотки. Я в свое время тоже сделал такую ошибку, удалить все фотки из интернета и мне их уже неоткуда взять, а новые снимать как-то ради постановки нехорошо, наверное. Так, еще есть, покажут, наверное, CVO Outreach. Есть ресурс очень хороший, сейчас ребята покажут его. Это англичане его сделали, но это не важно, это не принципиально, у нас пока не запрещено в стране, да, работать с англичанами. Очень классный ресурс, сейчас, Макс, выведешь, да, его покажешь. Ну вот, значит, ребята снимают ролики на разных языках, выкладывают их в интернете, в различных местах, в ютубе, ну вообще везде, в общем, и там есть в конце этих роликов всегда приглашение к дальнейшему диалогу, и когда люди реагируют на это приглашение, отвечают, то этот контакт пересылается кому-то из вас, кто зарегистрируется в этой, ну пока еще не показывает, в этом сервисе. То есть, например, если вы зарегистрируетесь там, там, не знаю, вы в Калуге живете, предположим, то вам будут присылать контакты людей, которые живут в Калуге. Этот сервис очень хорош тем, что он присылает людей горячих, которые хотят с вами разговаривать. То же самое, когда Библию вы рекламируете в Авито или в Юле, эти контакты все, все принадлежат людям, которые готовы и хотят с вами разговаривать. Да, вот этот сайт, вы можете его сейчас записать себе и пользоваться им. Но, но надо понимать, что это такая серьезная прям работа. Ну вот, и еще есть возможность пользоваться ресурсами Телс Медиа, естественно, мы делаем очень много передач, направленных на нехристиан, мы их делаем в прямом эфире, их комментируют, нехристиане тоже. И если вы готовы быть волонтерами Телс Медиа в плане реакции на эти комментарии, то это тоже хороший способ законтачить с людьми и потом, не знаю, рассказать им о Боге, о себе, о Боге. Тоже, пожалуйста, на teos.fm заходите, ищите в социальных сетях нас. Что еще я хотел вам сказать по этому поводу? Есть 12, там 10-12 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем делать какой-то пост в социальных сетях. Можете записать, не знаю. первое, будет ли ваш пост назидать, да? Опять же, я, например, холерик, такой эмоциональный очень человек, иногда мои посты тоже очень такие холерически эмоциональные, и иногда они вызывают бурю различной реакции, не всегда благочестивой. Господин Альберт Радкин, приветствую вас. Извините, друга встретил. Будет ли пост назидать людей, которые вы прочитают? Опять же, пост не обязательно должен быть христианским на самом-то деле. Это может быть пост, где вы выражаете свое мнение по любому поводу, по любому поводу. И я уже говорил, что лучше делать и не христианские посты тоже. Это может быть ваше отношение к тому же, к тем же вакцинам, не знаю, сейчас это больная тема, да? Ваше отношение к какому-то политическому процессу, ваше отношение к, не знаю, к экологии, ваше отношение к переработке мусора, да все, что угодно. Но вот, если этот пост, который, где вы ясно, четко выражаете свою позицию, как христианин, если он назидательный, делайте его. Потом, еще пост. В интернете, как вы знаете, очень много ненависти друг к другу, там, в фейсбуках особенно всяких, потому что люди не очень хорошо понимают друг друга. Вы пишете какой-то текст, а другой человек вкладывает в него немножко другие эмоции в этот текст. Вы говорите одно про любовь, а человек воспринимает это как ненависть, как ерничание, как сарказм, или как-то еще что-то. Всякий раз, когда вы делаете пост, лучше написать его короче, короче, и однозначнее, примитивнее, да, но так, чтобы он был понят человеком однозначно. Про любовь, значит про любовь, про ненависть, значит про ненависть, сарказм, лучше прямо так и напишите в скобочках сарказм, не знаю, там еще как-нибудь, да, потому что правда, если вас неправильно понимают, то это может привести к руганию и к тому, что вы совершите ошибку, ответив на эту ругань. Третий момент, достигнуть это правильной аудитории, то есть, опять же, когда вы делаете посты христианские, вы уверены в том, что этот христианский пост достигнет того человека, кому, которому он будет интересен, или его только христиане будут читать. Внимательно проверяйте себя и проверяйте себя на это, да. Четвертое, поможет ли этот пост моей евангелизации или помешает ей? Поможет или помешает? Я склонен верить в то, что любые хорошие тексты, которые вы пишете на своих страницах, помогают евангелизации, если вы их грамотно выражаете свои мысли, если этот текст предлагает какую-то дискуссию, если этот текст задает вопросы, если этот текст предполагает участие большого количества людей в комментариях, они просто что-то выплюнули такое эмоциональное, да, на страницу, и все, и забыли про него. Потому что, когда вы интересны людям, интересны вообще, в принципе, не как христиане, а в целом, как личности, когда вы гармоничны, когда вы вызываете вопросы разные, когда с вами интересно говорить не только о Боге, а еще и, не знаю, там, Умберто Эка, предположим, да, но я так вспомнил этого писателя, да, тогда это круто, потому что вы можете любой разговор, в принципе, любой разговор перевести на тему Бога, но если вы умеете разговаривать только о Христе, это плохо, ну вот, поэтому надо и развиваться, в том числе, читать светскую литературу. Пятый вопрос, приведет ли это к ненужным и бесполезным спорам? Христос тоже спорил, и мы в Библии читаем, и в Икбургмон спорил, но не все споры хороши, не все споры назидательны и созидательны. Вот ваш пост, который вы делаете, приведет ли это к ненужным и бесполезным спорам? Если вы, кстати говоря, если вы делаете какие-то сугубо конфессиональные посты, они всегда приводят к ненужным спорам и распорам крестить детей, не крестить детей и что-нибудь в этом роде, заповедь или таинство и все вот это прочее. Эти посты никому не интересны, кроме нас с вами, друзья, вообще никому. Да и многим из нас они тоже не интересны. Вот, поэтому не делайте таких постов, которые приводят к ненужным спорам и распорям. Может ли это публикация, которую вы делаете, этот пост смутить или обидеть кого-то? Кого-то смутить или обидеть? Некоторые христиане, я в том числе, мы считаем, что иногда нужно выражать свою позицию четко, ясно и однозначно. Ну, типа, аборт – это плохо, да? Плохо же? Ну, конечно, плохо. Хотя бывают ситуации, в которых без него не обойтись, например, когда угроза жизни матери. Ну вот, но я сейчас не про аборт, а вообще, может ли ваш пост кого-то прямо оскорбить или обидеть? То же самое можно сказать другими словами часто, какую-то информацию, вашу позицию христианскую высказать можно разными словами, это можно делать с любовью, можно делать с милосердием, а можно опять же выплюнуть что-то из себя такое, да, изрыгнуть, как в Библии написано. И вроде бы высказали правду, а при этом сразу обидели массу людей. Ну, так вот поступать не надо. Ну вот, седьмой вопрос. Покажет ли это вашу заботу? Сейчас очень многие люди нуждаются в принятии, да, в прощении, как Костя говорил, и в принятии. Сейчас очень многие люди одиноки, ну, почти все. Почти все люди одиноки, и они нуждаются в том, чтобы кто-то о них позаботился. Собственно говоря, одна из причин, например, людей беспорядочных половых связей, да, вот этого всего, смены партнеров, не потому, что люди сексоголики, или они там нефоманы, нефоманки, и такие тоже случаются, а потому, что они ищут кого-то, кто о них позаботится, кто-то, кто проявит к нему любовь и внимание. И этим человеком можете быть вы, сделав какой-то хороший пост, поняв, приняв человека, показав, что с вами можно разговаривать, к вам можно обращаться, и вы поймете, а не будете сразу мордой тыкать человека в его грязь. Вот люди очень нуждаются в том, чтобы о них кто-то позаботился, и в том, чтобы были люди, кому они могли бы рассказать о себе плохое, друзья мои, плохое. Люди очень хотят раскаиваться, исповедоваться в интернете, их почти все это хотят сделать, они ищут, кому бы это можно было рассказать. вот покажите своим постом в интернете, что вам можно доверять, вам можно рассказать что-то, что вы готовы с человеком, не знаю, пройти милю, две, три, да? Еще один вопрос, восьмой, поможет ли людям ваш пост ценить кого-то или что-то больше? Поможет ли это людям ценить кого-то больше? Вы можете рассказывать, не знаю, о Божьей благодати в жизни своей и других людей, можете рассказать о том, как важно заботиться о людях, почему вы проявляете эту заботу лично, Почему именно вас там Господь призывает к чему-то или кому-то, чтобы какие-то вещи больше ценить, не стесняйтесь это говорить. Это страшно на самом-то деле делать поначалу, открывать, но делайте это в своих интернет-постах. Никогда не делайте в интернете постов, которые хвастливо говорят о том, что вы христианин, ну типа я вот такой весь из себя, мы, наверное, встречали такие посты, да? в интернете. Спасибо, Господи, что я не такой, как этот мытарь, да? Из этого разряда. Ни в коем случае не выставляете себя таким благочестивым, крутым парнем или девчонкой, потому что, во-первых, это не так, это неправда, никто из нас не крут, да? Все мы ошибаемся, согрешаем. Во-вторых, быть христианином это привилегия, а не повод для гордости хвостовства. А когда мы встречаем кого-то не христианина, это повод проявить любовь, милосердие, сожаление, поплакать об этом человеке, кстати говоря. Вот, например, вчера умерла одна девушка от онкологии, которой я когда-то Библию передавал, мы с ней познакомились в интернете, она умерла так, и не прочитав ни одной строчки из этой книги. хотя Библию она получила от меня уже давно, полгода назад. И это очень страшно и жутко, потому что эта девушка, где она сейчас? Никто не знает, да? Ну вот, так что является ли хвостовством ваш пост? Подумайте об этом, да? Показывает ли он у вас таким вот каким-то пафосным человеком? Уместен ли тот тон, который вы выбираете в посту? Это тоже вопрос хороший. Уместен ли этот тон? Будет ли тот пост, который вы делаете, ободрять людей? Будет ли он их назидать? Будет ли он их поддерживать, подкреплять? Сарказму тоже есть место, и ерничную тоже, но в большей степени тогда, когда он направлен лично на вас самих. Кстати говоря, да, умейте смеяться над собой в интернете. Так поржать по-доброму над самим собой. Это классно. Это весело. Да. Еще один вопрос. А нужно ли вообще хоть что-то писать? Может быть, будет правильно просто взять и промолчать. Да? Это тоже часть вопросов, которые вы должны себе задавать, когда делаете какие-то посты в интернете. Ну вот, это вот, что касается постинга вашего. может быть, есть какие-то вопросы сейчас парочку. Я бы на них ответил. Вы говорили, что было бы хорошо встретиться после того, как вы переписываетесь. И вот такая ситуация. Например, вам пишет девушка или женщина, которая хочет излить душу свою, рассказать о прошлой жизни. И вы планируете, как вы поступаете дальше? Вы планируете такие встречи сами? Или, например, берете какую-то, перенаправляете к какой-то сестре, ну, чтобы как бы... Если я встречаюсь с молодыми людьми, младше 18 лет, например, покой тоже случается, я всегда беру с собой кого-то, без исключения. Если это девушка, я беру какую-то сестру из церкви, в том числе с поклонной горы, если это парень, ну, просто кого-то с собой, обязательно. Если я встречаюсь с женщинами, моя жена всегда об этом знает. Она в курсе, с кем я, где я встречаюсь. Ну, как бы весь мир в курсе, потому что я тут же фотку выкладываю обычно, с кем я встретился. Не для хвастовства, кстати, а для того, чтобы подать примеры и чтобы люди помолились за этого человека. Есть, прямо сейчас у меня одна женщина, кстати, у нее тоже онкология, к сожалению, которая принципиально встречается только с мужчинами. как-то вот у нее особенности характера их. Ну, как бы, да, я встречаюсь с ней, но стараюсь это делать в публичных местах. И очень важный момент, конечно, если вы, как мужчина, где-то хотя бы на самом краешке сознания ощутили, что вам эта женщина симпатична, как женщина, бегите от нее. Никогда с ней больше не встречайтесь, а передавайте ее сестре. Даже если она будет настаивать, потому что с этими мыслями невозможно бороться будет потом со временем. Вы говорили по поводу CV Outreach. Дело в том, что я в сентябре примерно подключился к этой системе и было три отклика. На почту приходило сообщение о помощи. Так вот, я копировал адрес электронной почты и пытался пообщаться с человеком, но обратной связи никакой не было. Может, я что-то неправильно делаю? Нет, вы делаете все правильно, не все отвечают просто. Если там конкретный адрес указан, просто не все отвечают. Давайте еще один вопрос. Благодарю за ценные советы, практичные. У меня вопрос, не могли бы вы пояснить, вот вы перечисляли вопросы, которые стоит задать перед тем, как сделать какую-то публикацию. И вот вопрос, поможет ли пост ценить кого-то больше, человеку, которому адресован вот такой какой-то был. Повторите, пожалуйста, еще раз. Поможет ли вот этот пост ценить кого-то больше? Поподробнее можете немножко пояснить? Я имею в виду, что у нас вообще проблемы с ценностями, наверное, я не очень четко выразился, да, у нас вообще проблемы с ценностями в нашей жизни. Многие современные люди, дети, подростки и даже взрослые люди, они не ощущают ценности вообще, нет, какие-то ключевости. Ну, пример, там, не знаю, пример, убирать за своей собакой на улице, предположим, да. Вот вы представляете, лично меня научила эта жена делать только пять лет назад или шесть. Я никогда в жизни не убирал за своей собакой. Никогда. Вообще. И тут, ну, у меня еще и собаки были гигантские такие всегда, а тут у нас маленький песик, и я начал убирать. И вы знаете, это так круто, как оказалось. Во-первых, это мне приятно, что я поддерживаю вот в своем дворе, доме, да, вот порядок. Во-вторых, я вижу, что начали убирать даже те люди, которые этого не делали раньше, но вот, которые видят, что я убираю. И я делаю по этому поводу постов не одну штуку в интернете про то, как круто поддерживать порядок в своем дворе, да. Вот я имел такие посты, да, и люди начинают это ценить тоже. Это может быть не только за собакой убирать, это может быть все, что угодно. Обращать внимание на нуждающихся людей рядом, открывать, не знаю, открывать им двери, помогать, прикрыть маму кормящую. Знаете, сейчас хейтят очень много мамочек кормящих, да, вот в интернете, что типа это плохо, ужасно, а что ей делать-то, да. Ну вот, но что-нибудь по этому поводу написать, чтобы люди ценили какие-то вещи. Слава Богу. Спасибо, брат. Редактор субтитров А.Семкин